Тебя интересует вот такой штрих. Не шпатлевки вот эти, а вот эти расштриховки. Значит, до определенного момента никаких шпатлевок, только расштриховки. Вот пусть эти комочки живут, только расштриховывай. Очень много краски, которая мешает. Посмотри, вот, кстати, вот даже так оно больше похоже на то, что мы ищем. Значит, желтый забери из соседней палитры, розовый до выдави. Значит, вот в это пространство, которое ты сейчас расчистишь, заводить красочку не густо. Не густо, а вот так сухонько и расштрихованенько. Появится идея множества. Вот нас сначала с тобой интересует идея множества, а потом уже эти вещи. Понял, да? И здесь добери и кистью, кистью добери, мастихином дораздави. Ну, примерно. Здесь наша задача расштриховать от края и до края. Смотри, смотри. От края и до края очень вертикально. Никакой комковатости здесь не предвидится. Здесь слишком много краски по-прежнему. Давай. Сдавливающий до глянцевого состояния. До мутного глянцевого состояния. Хорошо? Ловил. Отправил тоже красиво. Хорошо. И вот здесь надо, конечно, мальчик. Ну, потом, если что, загоним туда свет. Но пока давай вот с этим-то разберемся. Светлотечки. Тоже деликатненько загонишь. Причем, ты видишь, я не тороплюсь забить голубой. Даже по-своему прикольно, что там этот голубой чуть-чуть помигнул. Даже по-своему прикольно, что продрись холста, вот эта первоначальная, да, чуть-чуть мигает. Поэтому просто теперь несколько вертикальный характер штриха, чтобы показать идею травы. Деревца. Сначала вот такие вырезалочки. Вот такие. И ты видишь, оно даже уже круглится. Но мы потом вытянем идею, да? Да-да-да. Уже круглится. Темные стволы. Прежде чем положишь темный, сначала увидим, что ты почувствовал идею вообще вот этих стволиков. Обрати внимание, я вырезаю не острием, а лезвицем и как бы против шерсти. Как бы не вот так, а создавая идею препятствия движения. Поэтому от этого препятственного состояния появляется коряжистость стволов. Что стволы это не вот такое, а коряжистое. Коряжистое. Вот это противление холста давало это настроение. Доморочить, чуть-чуть наморочить, стволы чуть-чуть обозначить. Лезвийцем. Тогда они тихонькие и кругленькие. Совсем не нужна нам ниточка. Ниточка это не нужна. Нам нужны вот такие следочечки. Вот такие. Вот такие. Хорошо? Еще раз пройтись. Ну, ощупать все-таки, чтобы это свершилось. Хорошие звуки. Мне как не могу сдать нормально. Ничего, хорошие звуки вполне. А вот здесь все-таки дотереть до... До мутного. То есть, вот этих начал не должно быть. Затереть до мутного. Если что, помочь пальцам на границе. На границе вот так помочь пальцам. Здесь тоже темнятинка. Показать эту темнятинку. Сиреневатая темнятинка. Добавить розовилец. И сиреневатую темнятинку подложить. Вот эту темненькость. Чуть-чуть подложить. Что касается светлого. Расчистишь под него территорий. Смотри, расчистишь территорий. Хорошенько расчистишь. Возьмешь белок. И плотно. То есть, с веществом. С раздавленным веществом. Заложишь это белок. Хорошо? Давай так. Сделяю дальний план деревьев. Смотри. Такой вот струйкой. И появляется эффект ухода, ухода. Туда, туда. Да? Прикольно так. Можно потом немножечко подрачесать это дело. Тоже деревца дальнего плана. Можно чуть-чуть потом предостать. То есть, когда ты белый внятно утоптал. Утоптал. Плотно. Белые светлые партии любят густую краску. Поэтому можно вот с такой плотностью уложить. Логично? Не стало небом, а стало чем-то фактурным. То есть, оно должно стать чистеньким. Чистеньким, бледненьким, мутненьким, как и прилично небо. Согласен, да? Так низко, может быть, не будем загонять его. Чуть-чуть дадим там идею деревцов. Так. И твои чаяния о светлом. Кстати, вот чего ты опять делаешь вот эти вот остатки? А нельзя это добить? Добить. Руку я пальцем? Можно, да. Прямо. Прямо вот так. Так, хорошо. Значит, там есть уход. Мысик здесь и мысик там. Есть уход туда. Показать этот уход. Что одно за другое несколько заходит. Тогда у тебя появится идея уползающего вдаль пространства. Что тоже будет уместно и красиво. Слишком ровная площадка. Лучше ее чуть-чуть подзбить, подсканковать. Усилить может быть тоже нарядность, как там и есть. Белильца на палитру завести. То есть можно вот чуть-чуть ударить фактуркой, чтобы побогаче было пятно. Уходящие линии красиво, когда они несколько уползающей змейкой. То есть вот эта линейка, если она будет уползающей змейкой, она станет красивой. Если она будет просто ровненько, будет некрасиво. Часто в природе именно ровненько. И не художник так и делает, как видит. Художники обязательно из этого совьют змейку. Понял намек, да? Что если ты на природу вышел, а там уходящая плоскость вот такая или просто ровная, то делаешь ее уползающей змейкой, для того, чтобы она стала эстетичной, художественной. Кустяки. Вот таким шлепком по холсту создашь. Сразу же чуть-чуть создашь и вниз, для того, чтобы превратить в отражение. Логично, да? Бьем по холсту как бы пяткой мастихина. Он оставляет хороший клевок. Он как бы клюет носом, а пяткой опирается. Вот, хорошо. Их светлости, которые здесь рыжат весьма, положить можно с белилами, с желтилами, уже густо. Чиркательное вбок прикосновение создаст идею множество. Обычно очень труднодоступно для первого прикосновения. Когда человек только берется, обычно не получается. Плашмя чирк. Вот такой чирк. У него появляется некоторый ритм у этого чирка. То есть ритм по горизонтали. Ну вот, если получится, будет хорошо. Давай. Сначала расштриховал эту ерундятину, а потом сверху на нее чирк. Чирк. Ну-ка, давай при мне чирк. Вопрос. Вот это вот, создание формы. А потом уже неправильно. Это не создание формы. Это просто навязывание определенного цвета пятна. Вот я между этим и хожу. Не знаю, куда деться. Мармалек. Мармалек. Отлично. Значит, в этих глуховатых местах немножечко подразбить содержание. Слишком оно содержательно. Оно должно быть более мутно. И, естественно, вот эти семечки здесь неуместны. Вот они, смотри, вот они, вот они, вот они, вот они наши лепестоники. Вот такие. И они тоже растворились чуть-чуть. Вот в таком ключе. Ну, то же самое. Чирк, чирк. Ну, вот только что, при мне. Сделал хорошо, очень. Ну, здесь, видишь, линия касания к небу не очень. Там много краски, поэтому чуть-чуть деликатнее просто вот создать имитацию вот таких пятен. И имитацию этого пятна. Не за счет того, что она будет вот так же складываться, а так. Что-то там, да. Ну, а здесь вот этот чирк, который ты только что продемонстрируешь. И на многое количество краски это невозможно положить. Поэтому подсбреваешь. И укладываешь на небольшое количество, деликатненько, чиркаем. Добавить сюда немножко более светлого, тогда и то как-то пригодится. И слишком равномерненько, цельнее. Чтоб какое-то деревце чуть-чуть выразилось. Смотри, вот. Подвыразилось. Желтый. Зато в Крыму минус 11. Вот, допустим, раз, деревце выявилось. Так, вот зря ты здесь темного носовал. Ты же хотел светлого, а сам накидал темного. Вот светленького. Накидай, накидай. Особенно на касание к светлому небу. И у тебя они там подрастают, что будет выгоднее, чем если они будут жесткими такими силуэтами. Так, сам по себе кусок красивый. Смотри, чтоб не было одинаковых сегментов. То есть у него есть это одинаковое, а это тоже нехорошо. Проволочки, конечно, подсунем эти тоненькие. Возьмем тоненькую кисть. Возьмем темнотину. Розовый, голубой. Застрел кисть, взял меру краски и этой мерой пошел вытягивать тоже как бы поддрыгивательно рукой. Поддрыгивая, поддрыгивая. Повесить кисть, повесить. Смотри, я ее повесил, повесил. Вот она висит. Вот я ее кладу на холст. И поддрыгивая. То есть, чтоб коряжистый характер укладки произошел. Хорошо? Да, можно опять вытереть, опять взять меру на самый кончик. У меня было вот этих червей. Вытягивать все меньше нажимая. Вытягивать все меньше нажимая. Вытягивать. Вытягивать. Не знаю, как получаются эти черви. Только вот если ты перпендикулярно это проводил. Если вытягивать жидко, не надо разжижать. Ни в коем случае не надо разжижать. Легкие звуки. Чем дальше они вдаль, тем больше они выстраиваются в линию. Вот эти линейности обозначиваем. Как они появились, вся появилась логика. Все равно не надо, а потом... Ага. Пора сдавливать меня. И они часто сбиваются в стайки. И лучше показать идею стаек. Не надо там столько всего рисовать. Пусть оно уходит вдаль. Пусть чуть-чуть уходит. Такие зонтичные проявления. Смотри, зонтичные. Да? То есть вот такие. А же больше тут влечения? В том числе девушки динамят всегда виноваты сами. Либо слишком настойчивы, либо явно видно, что намерение несерьезное. То есть как бы ты настойчивый или ты ненастойчивый. Один черт тебя преддинамит. Да, продолжаю сообщение. И мужчина виноват, что такое девушка, которая его динамит. Вообще блажен. Совсем страшно. Вообще. 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 Укладка. Немножечко просто макательную. Тоже несколько черкательную. Укладку. По висшести их. И оно вместе все уже интереснее. Успокоить этих крикунков. Как раз, по-моему, легкая. Как раз ты так достаточно благополучненько сейчас подошел уже. Уже вроде как немножко и понимаешь ее. 18 миллионов рублей, Антон Игоревич. Квартира в Центре Москвы за 18 миллионов? А дожечка, что ли? А дожечка совсем так. И плачет состоит. И плачет сам сделает. Ну, своими руками. Как ты готова, он тоже держит на чем-то пусе. Я так и разрываю. У нас телефонный звонок от Марии. О, Мария. Мария, как занимается недвижимостью в Москве. Мария, квартира в Центре Москвы 18 миллионов может стоить? Ну, не знаю. Это как-то там совсем плохая квартира. Вот, это я правду. Вот подождите. У вас тоже разные бывают, извините, перо, а то что они зато не строят. Это теперь вот так ремня без пробок. Нет, нет, это такой турный центр в столице, как известно, да, перо. А вот внутри Садовый, тем более, бульвар, но это такая, мне кажется, заподубитая отношения. Нет, это не знаю. Да, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Все, я думаю, достаточно ее трогать. Ага, хорошенькая, умненькая. Спасибо. 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 Спасибо.